Доброго дня, друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о китайском приборчике ампер-вольтметре диапазоном измерения от 0 до 100 вольт и измерением всего тока от 0 до 10 ампер. Это не реклама Алиэкспресс, я не предлагаю вам где-то купить, просто я в интернете видел очень много вопросов по подключению этого приборчика. Так что сегодня мы поговорим по вопросу подключения. Совсем немного теории, чтобы было понятно дальнейшее повествование. Данный ампер-вольтметр является электронным прибором, соответственно он тоже любит кушать электричество. Рабочее напряжение эксплуатации прибора от 4,5 до 30 вольт. Соответственно, чтобы прибор работал, на него надо подать напряжение от 4,5 до 30 вольт. Если наше измеряемое напряжение укладывается в этот диапазон, то схема подключения объединяет в себе питание прибора и измерения. Если же в этот диапазон не попадает, например от 0 до 4,5 вольт, прибор просто не включится. А если будет напряжение выше 30 вольт, то прибор сгорит. Соответственно, в данной схеме питание и измерения будут разделены. Это вторая схема. Дальше я вам нарисую и попробуем подключить по этим схемам. Первая схема подключения – это когда измеряемое напряжение попадает в диапазон питания данного ампервольтметра. То есть от 4,5 до 30 вольт. Начнем с приборчика. Вот так я его нарисую. Я надеюсь, вы поймете. Значит, это тыльная сторона прибора, это колодочка на 3 провода и эта колодочка на 2 провода. Красный провод от тройной колодки подключается к источнику напряжения плюсу. Второй провод черный от тройной колодочки подключается к минусу. Соответственно, желтый провод, это провод как раз измерения напряжения, подключается к красному плюсу. Колодочка 2 – это токовая колодка. 5 амперметр последовательно в цепь, соответственно, мы от минуса подадим напряжение через черный провод на эту колодочку. А отсюда напряжение через красный провод отправим на нагрузку. Вот здесь мы пометим нагрузочку. Это будет у нас нагрузка. Нагрузка. Ну, соответственно, другая часть нагрузки будет запитана через плюс. Все очень просто, очень простая схема. Все спаяли. Чтобы больше времени отнимать, я это сделал за кадром. Ну, получилось напряжение подали мы около 12 вольт. Ну, еще прибор не откалиброван, так что, может, какая-то погрешность будет потом откалибровать. Припаял я следующим образом. Видно, да? Вот это у нас плюс 12 вольт. На него мы подали от приборчика красный провод. Это питание прибора самого. И желтый провод. Это как раз идет на индикацию напряжения. Показывает, какое напряжение. То есть, если отключить желтый провод, по напряжению вылетят все нули. Подаем напряжение на желтый провод, и он показывает, какое напряжение у нас идет от источника. Так. И второй. На минус мы подали минус от вольтметра. Вот. И минус силовой провод амперметра. Он черный. Так. Теперь подключим нагрузку. Через колодку светодиодов. Вот, крокодильчиками подключил. Один. На плюс. И один на минус. Так. Колодочка зажглась у нас, и прибор показал потребляемый ток. Ноль сорок пять ампера. Четыреста пятьдесят миллиампер. Напряжение маленько просила, потому что у меня источник питания слабоват. Это, в принципе, причина не в ампервольтметре, а в моем источнике питания. Ну вот, проверили работу схемы номер один. Вторая схема питания. Вторая схема питания, это когда измеряемое напряжение не укладывается в диапазон от четырех с половиной до тридцати. То есть, меньше четырех с половиной или выше до ста. Выше тридцати вольт до ста. Начнем, опять же, с изображения обратной стороны прибора. Колодочка у нас на три провода вольтметра. Колодочка на два провода амперметра. Соответственно, здесь будет запитываться сам прибор от одного источника, а замеряемое напряжение будет от другого источника. Значит, вот это питание прибора, плюс, минус, черный провод. Это мы подали питание на прибор. В такой ситуации прибор покажет индикацию нулевую. Значит, вот здесь изобразим измеряемое напряжение. Плюс, вот таким образом. Значит, к измеряемому напряжению мы подадим желтый провод. Он как раз и является проводом для измерения напряжения. И от плюса подадим провод к нагрузке. К нагрузке. Ну, теперь займемся минусом измеряемого напряжения и измерением силы тока. Значит, черный провод от двойной колодочки подключаем к минусам источника измеряемого питания. А красный провод подключаем к нагрузке. Все. Схема готова. Будет весело работать и радовать ваш глаз. Подключаем прибор по схеме номер два. По такой схеме прибор подключается, когда источник измеряемого напряжения от 0 до 4,5 вольт или выше 30 до 100 вольт. Значит, индикация у нас уже есть. Питание самого прибора мы подключили. Вот у нас плюсик. Это красный провод. От прибора посадили на плюс. И черный провод посадили на минус. То есть прибор запитали. Индикация нулевая, но она есть. Теперь подключим источник питания к нагрузке. Значит, желтый провод. Желтый провод прибора подключаем к плюсу нагрузки и к источнику питания. Вот высветилось напряжение. То есть мы подали напряжение на прибор. Но на нагрузку пока напряжение не подали. Мы его подадим через вот этот провод. Черный провод от двойной колодочки. Мы подключаем к источнику питания на минус. А красный провод мы подключаем на нагрузку. Вот двигатель заработал. Аккумулятор подсевший очень сильно. 1 и 2 показывает ток, показывает напряжение. Все получилось. На сегодня все. Кому пригодилось, лайкайте. Кому не очень, дизлайкайте. Подписывайтесь на канал. Отписывайтесь. Принимается все. Главное заходите на канал. Будет еще очень много интересного. Всегда будем вам рады. Всего доброго, друзья. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...